МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Волгоградской области на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса стабильная. Резкого скачка заболевших опасной инфекцией не зафиксировано. Но в любой момент новая волна COVID-19 сможет накрыть регион. Медики следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой и готовы сработать на опережение. Эти и другие вопросы губернатор Андрей Бочаров обсудил с медиками, находясь рабочим визитом в областной больнице номер один. Мы создали современный лабораторный комплекс, который позволяет выявлять все штаммы инфекционных заболеваний, известные до сегодняшнего дня. Одной из эффективных мер защиты от коронавируса по-прежнему является своевременная вакцинация. Единственная возможность, которая позволяет сегодня пройти болезнь в более легком форме, это только вакцинация. Раз в полгода по рекомендации медицинских врачей необходимо проводить ревакцинацию. Еще раз одну вакцинацию. Поэтому я еще раз вас попрошу и обращаюсь к жителям Волгоградской области, не шутите с этой болезнью. В Волгограде и области продолжают функционировать стационарные прививочные пункты, а также работают мобильные бригады. Количества вакцин достаточно. Валентина Конышева при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. В середине октября этого года в скверах и парках Волжского начнут высаживать молодые деревья и кустарники. Подготовка к осенней акции по озеленению уже стартовала, и это одна из главных задач, которая была поставлена главой города Игорем Ворониным. Программа по сохранению и обновлению зеленых насаждений ведется планомерно уже несколько лет. Волжане бережно и с любовью относятся к своему городу и активно сами участвуют в его благоустройстве. Отметим, что весной этого года высадили 638 кустарников, более 1800 деревьев. Среди них тополя, акации, каштаны, липы и даже сакура. Специалисты следят за тем, как приживаются растения. Поврежденные вредителем ясени заменят на другие. Как сообщают в администрации Волжского, в парке «Гидростроитель» появится 280 новых саженцев. В учреждениях образования, культуры, спорта также запланированы масштабные работы по озеленению. Во дворах жилых домов сотрудники управляющих компаний обновят в порядках 200-250 зеленых насаждений. Специалисты отмечают, что молодые деревья приобретаются в питомниках с закрытой корневой системой, что позволяет саженцам лучше приживаться. Высадка ведется на участках с установленной поливочной системой. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» – самый большой лагерь в Волгоградской области. Уже более 60 лет он организовывает для детей интересный летний досуг. Каждая смена – это увлекательное путешествие, новые знакомства и яркие мероприятия. 9 августа ребята отправились в четвертую, завершающую смену. На площади возле Дворца культуры звучит музыка. Танцуют вожатые и провожают с улыбкой родители своих детей на незабываемый для них отдых. В этой смене ребята ожидают новые положительные эмоции, комфорт и уют в лагере. В четвертой смене лагерь «Солнечный» принимает, так сказать, последних своих жителей в этом сезоне. И думаю, что программа будет насыщенная, яркая, где дети смогут проявить свои способности, самые яркие способности обрести новых друзей и, конечно же, укрепить здоровье перед началом учебного года. На календаре август, но это не повод расстраиваться. Ведь впереди еще целый месяц лета и возможность увлекательно провести время в лагере, утверждают юные камышане. И они правы, ведь для них подготовлены интересные мероприятия. В этом году лагерь «Солнечное» работал по четырем профильным программам. «Сияние России», «Олимпийц», «Я гражданин Отечества», «Достойный сын», «Искра». Данные программы направлены на патриотическое воспитание и формирование российской индивидуальности, на гражданское воспитание подрастающего поколения. Четвертая смена – завершающая смена нашего оздоровительного сезона. Четвертую смену «Солнечный» будет работать по программе «Территория детства», которая направлена на физическое воспитание детей и формирование культуры здоровья. Одно из знаменательных событий – день рождения лагеря. В этом году его отметили ярко и весело. Дети, вожатые и приглашенные гости подготовили творческие подарки и сюрпризы любимому солнечному. Детский оздоровительный лагерь предоставляет все возможности для укрепления здоровья, хорошего настроения, новых знаний и знакомств. А не заскучать ребятам помогает их старший друг и наставник – вожатый. Самое интересное – это работа с детьми непосредственно, общение с ними, решать их проблемы. Тоже очень интересно, потому что разные проблемы бывают в зависимости от возраста, времени дня или ночи. И организация мероприятий, естественно. Поставить танец очень быстро, порой бывает необходимо, выучить песню, кричалку, дойти до столовой бывает тоже очень сложно. Вот в этом и состоит самое интересное. За четыре смены лагеря «Солнечный» удалось организовать полезный и интересный досуг более тысячи ребятам из Камышина, Волгограда, Жирновска, Котова, Волжского. Снежана Шиповалова, Евгений Кочаков, Камышин ТВ. Утром вторника во главе с мэром города комиссия посетила среднюю школу номер 19. Оценивая готовность учреждения к новому учебному году, Станислав Зинченко осмотрел кабинеты, библиотеку и медпункт, столовую, спортивные и актовые залы. Директор школы Светлана Абакумова рассказала, что плановый косметический ремонт этим летом провели во всех учебных классах. И на территории школы, и в здании большая работа проведена и педагогическим персоналом, и техническим персоналом. Все кабинеты учебные приведены в порядок. Велась покраска и побелка. То есть все кабинеты на данный момент готовы к приходу наших учащихся. Огромное спасибо, хочется сказать, за поддержку родительскому сообществу, которые откликнулись и также помогали нам в подготовке школы к новому учебному году. Зеленый двор наш приведен в порядок. Здесь очень любят гулять жильцы пятого микрорайона, всем нравится. Поэтому огромное спасибо родителям за оказанную помощь. И, конечно же, в кабинетах без них тоже не обошлось. Работа проведена большая, мы готовы к началу учебного года. К началу учебного года полностью отремонтировали кабинет английского языка. Два кабинета математики и столько же начальных классов. В школе также обновили спортивный зал и пищеблок, санузлы и общие учебные помещения. Для организации образовательного процесса учреждение оснащено всем необходимым оборудованием, в том числе для дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году мы получили по программе СОС оборудование, это нетбуки, панели интерактивные, которые у нас используются в учебной работе однозначно. Они расставлены по классам и используются в кабинетах на уроках. С 2012 года являемся центром образования детей, которые выбирают консультативную помощь, выбирают предметы, и учителя с ними занимаются именно дистанционно. С 2012 года у нас было порядка 20 детей, но сейчас в этом году остался пока один ребенок. Мы ежегодно запрашиваем по школам, разрешиваем объявления, что если родители таких детей обращаются, то мы рады принять таких детей на обучение. 1 сентября в 19-й школе за парты сядут около 800 учащихся, из которых 90 пойдут в первый класс. По результатам работы межведомственной комиссии к приему юных камышан готовыми признаны все образовательные учреждения города. Проведены основные работы по ремонту кровель, замене оконных блоков, косметические ремонты помещений, получено оборудование в рамках оснащения новых мест дополнительного образования по цифровой образовательной среде. Да, есть некие замечания, которые руководители будут устранять в ближайшее время, но к 1 сентября школы будут готовы принять и детей, и непосредственно самих учителей. Ведь главная наша задача – это создать нормальные достойные условия для получения качественного образования как самими детьми, так и нормальные условия для работы педагогов. Этим летом в 10 камышанских школах установили новые оконные блоки. К сегодняшнему дню все старые деревянные окна новыми пластиковыми заменили в 4, 8, 11 и 14 школах. На территории средней школы номер 15 благоустраивается площадка для проведения праздничных линеек. В 15-й, а также в 18-й школах в этом году отремонтировали кровлю. Сейчас аналогичные работы ведутся в школе номер 8. Александр Маяков, Евгений Кочаков, Камышин ТВ 5 августа внимание проверяющих было нацелено на берег Волги в 6-м микрорайоне. Здешняя набережная – весьма популярное место пляжного отдыха Камышан. Равно, как и очень опасное. Несмотря на запрещающие знаки, желающих искупаться здесь всегда предостаточно, особенно многолюдно по выходным. Некоторые приходят на плиты целыми семьями. Участились случаи у нас в области по гибели людей на воде. Самое страшное, когда гибнут дети. Оставляют детей без присмотра, то есть ребенок находится сам в себе, и употребление спиртных напитков. То есть люди злоупотребляют, и после этого лезут в воду, заплывают, организм может не выдержать, и в итоге мы получаем гибель на воде. Поэтому вот с целью профилактики подобных случаев, и чтобы не было их у нас, не встречалось в несчастных случаях, мы делаем совместно эти патрулирования. Кроме сотрудников инспекции по маломерным судам, в состав таких патрулей входят спасатели, пожарные и полицейские, представители казачьей дружины, а также работники администрации города. Задача межведомственных групп – выявление несанкционированных пляжей и профилактическая работа с отдыхающими в целях обучения правилам безопасного поведения на воде и приемам оказания первой помощи пострадавшим. В нашем городе протяженность береговой линии более 15 километров с урезом воды. Значит, эта территория не вся может контролироваться спасательными службами, вернее, контролируется, идет совместное патрулирование, постоянное патрулирование. Убедительно просим всех жителей города, гостей города соблюдать эти правила на водных объектах, соблюдать правила поведения на воде для предотвращения несчастных случаев. Также мы хотим, чтобы люди читали информацию в средствах массовой информации, где выпускаются статьи на интернет-сайтах, в которой мы выпускаем свои статьи по профилактической работе с населением, чтобы принимали тоже активное участие в воспитании детей. Детей учили плавать и, значит, соблюдали правила элементарной нахождения на воде. Как вести себя на воде, как помочь утопающему и пострадавшему от солнечного или теплового удара. Все это указано в информационных памятках, которые участники рейда раздают любителям пляжного отдыха. Кроме того, листовки содержат правила пользования лодками и катерами, а также номера телефонов и экстренных служб. Проводя разъяснительные беседы, особое внимание профилактические группы уделяют несовершеннолетним. В неположенных местах у нас были несчастные случаи в городе Жирновске, на госселек-станции, на местном пруду. Значит, были гибели людей, в том числе и детей. Это было связано с нарушением правил поведения на воде. Уже ничем помочь не могли, так как не было там ни спасателей, ни определенной службы, ни скорой. Здесь, в Камышине, у нас, к несчастью, произошел случай. Парень прыгнул с моста. Окончилось все это летальным исходом. В ходе разъяснительных бесед отдыхающим напоминают, что в городе расположены четыре организованных места купания. Пляжи Гремячий, Шарт, Панорама в третьем городке и Центральный возле Парка Победы. Чем отличаются официальные пляжи от несанкционированных, патрульные тоже рассказывают. Это наличие обследования водолазного дна, предстоящего места отдыха у воды. Значит, наличие спасателей, которые обеспечивают безопасность на пляже. То есть, они выявляют случай, реагируют. То есть, у них имеется квалификация. Эти специалисты могут оказать первую помощь и транспортировать утопающего к месту на берег. То есть, для оказания ему первой врачебной помощи. Также места отличаются тем, что безопасность детей там обеспечена. Также на официальных пляжах обозначены безопасные границы заплыва. Об опасности купания в запрещенных местах жители и межведомственные патрули пока только предупреждают, но могут и оштрафовать. Такие полномочия два года назад получили органы местного самоуправления. Александр Маяков, Евгений Кочаков, Камышин ТВ. В конце сети теплоснабжения продолжают готовить город к осенне-зимнему отопительному сезону. Так, на улице Землячки начали замену магистрального трубопровода. Там уже демонтировали старую теплосеть. Начали прокладывать новую трубу и устанавливать новые железобетонные конструкции. Работа на этом участке стартовали в июле этого года. Так как сеть сдавалась в эксплуатацию еще в 70-х годах, в 76-м, если будет точным, и за последние пять лет тут выявлено было 11 повреждений, 4 из них аварийных было в отопительный период, и после гидравлических испытаний 7 обнаруженных, принято решение провести ремонт тепловой сети. Специалисты консессии теплоснабжения проводят замену трубопровода согласно разработанному плану. После укладки труб и установки железобетонных плит будет произведена гидроизоляция и засыпка котлована. На данном участке 110 метров тепловая сеть. Будет замена трубной части, это 800 труба, 220 метров и 100% замены железобетона, порядка 76 лотков и плит перекрытия. Также запроектировали сразу под съезды с третьей продольной, заезд на третьей продольной усиленные плиты, 300-мм, чтобы большегрузы, новые железобетонные конструкции не проломили. Трубопровод магистральный, поэтому он влияет на качество поставляемого ресурса не только в близлежащих домах, но и тех, что находятся на всей улице Землячки. Это примерно 47 тысяч абонентов. Во время замены трубы их переключили на резервную схему, поэтому горячая вода поставляется в штатном режиме. Потребителям качество предоставляемого теплоносителя, который приходит, существенно улучшится за счет этого. Что уже два года подряд идет замена вообще магистральной сети от котельной ТГК, именно 800-ки. Порядка уже 700 метров поменяли. Так что, я думаю, все жители заметят разницу до и после. В конце сети теплоснабжения отмечают, что работы по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону ведутся во всех районах города. На текущий момент общая готовность систем составляет 60%. В рамках губернаторской программы модернизации первичного звена здравоохранения Волгоградской области ремонтируют медицинские учреждения. Так, близится к завершению капитальный ремонт в первой детской больнице Кировского района. Это второе педиатрическое отделение поликлиники. Здесь находятся у нас кабинеты приема детей врачами-педиатрами и узкими специалистами. Обслуживается здесь население южной части нашего Кировского района. Это где-то 7,5 тысяч детей. Ремонт ждали уже давно. Здание требовало проведения капитального ремонта. Здание построили в 1964 году как детский сад. Потом его переделали в больницу. Работы в плановом режиме ведутся с июня этого года. На объекте трудится порядка 25 человек. Выполняется замена всех инженерных систем, отопление, водоснабжение, канализация, слаботочные системы интернет, связь, телефония, электроснабжение и отделочная работа. Замена окон дверей. Выполнены 90% инженерных сетей. Финишируют отделочные работы по плану сдачи в сентябрь, начало сентября. В здании нет лифта, поэтому особое внимание в медицинском учреждении уделяют передвижению маломобильных пациентов. Для маломобильных групп у нас имеются установки, у нас имеются переносные лестницы. И для более комфортного прохождения детей по первому этажу сейчас проводится расширение дверного проема, для того, чтобы могли заехать комфортно на колясо. По сообщениям администрации Волгоградской области, до 2025 года в регионе отремонтируют 95 объектов здравоохранения. Анжела Умбетова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». В рамках исполнения решения Национального антитеррористического комитета от 8 февраля 2022 года на территории образовательных учреждений Волгограда и Волжского сотрудники оперативных групп вместе с администрацией, преподавателями и охранниками школы детских садов провели мероприятие по реагированию на угрозу или совершение вооруженного террористического акта. По информации оперативного регионального штаба, все поставленные задачи выполнены. Полученные результаты будут учтены при организации профилактических мер на новый учебный год. Днем 9 августа 2022 года в полицию Красноктябрьского района города Волгограда поступило сообщение о возгорании в помещении школы по улице Вершинина, 5А. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг пожара. В ходе возгорания пострадавших нет. Причиной инцидента явилось занесение открытого источника огня. Сотрудниками следственно-оперативной группы, виновные в возникновении пожара, были установлены. 11-летняя девочка-подросток, гуляя на территории школы вместе со своей подругой, подожгла и засунула под дверь помещения школы бумагу, от которой начался пожар. В результате огнем было повреждено имущество. Сумма ущерба устанавливается. В связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности за совершение деяния, сотрудниками ПДН несовершеннолетняя будет поставлена на профилактический учет. Обязанность по возмещению причиненного имуществу школы вреда будет возложена на родителей девочки. Сотрудники полиции продолжают выявлять факты, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Так, в Ворошиловском районе участковые уполномоченные полиции задержали 39-летнего неработающего местного жителя, который в огороде своего частного дома выращивал растения конопли. Полицейские изъяли 21 куст запрещенных растений. По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства, возбуждено уголовное дело. Законодательством предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Мошенники под различными предлогами продолжают похищать сбережения у доверчивых граждан. В Жирновском районе терапевт больницы пострадала от действий злоумышленников и лишилась свыше полумиллиона рублей. Решив получить прибыль от инвестирования денег через фондовую биржу, женщина перевела 553 тысячи рублей на номера расчетных счетов, которые ей в телефонном разговоре назвала неизвестная, представившись финансовым консультантом известной компании. Нередки случаи, когда аферисты в телефонных разговорах предлагают перевести денежные средства на так называемый безопасный счет. Используя подобную схему обмана, в Центральном районе мошенники похитили у пенсионерки 626 тысяч рублей. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступников. Уважаемые граждане, будьте бдительны, не верьте сомнительным звонкам, не спешите переводить неизвестным свои сбережения. 34 ребенка из Луганской и Донецкой народных республик начнут новый учебный год в школах Волжского. Среди них два первоклассника, 13 учеников начальных классов, три девятиклассника и один ученик выпускного класса. Также в школе номер 23 продолжат обучаться 11 детей, которые с февраля проживают в пункте временного размещения. Обучаться ребята будут в 14 образовательных учреждениях города. По сообщениям администрации Волжского, школьников обеспечат всеми необходимыми учебниками, а учеников с 1 по 4 класс будут бесплатно кормить горячим питанием. Напомним, образовательные учреждения Волжского активно готовят к началу нового учебного года. В школах и детских садах близятся к завершению ремонтной работы и закупается необходимая учебная литература. Молодые мамы в возрасте до 24 лет включительно при рождении первенства могут оформить документы на получение единовременной выплаты в размере 55 488 рублей. С начала этого года денежные пособия получили уже 1700 влагоградских семей. Заявление можно подавать в районный центр социальной защиты населения или МФЦ. Такой возможностью воспользовалась супружеская пара пляшаковых из Волгограда. Материальную помощь главное успеть оформить в течение полугода с момента рождения малыша. Планируем те пособия, которые мы получили, организовать нашему малышу, точнее доорганизовать ему комнату. Мы узнали, подали необходимые документы в Центр социальной защиты Держинского района. И уже в начале июля мы их подали, и уже в начале августа где-то мы их получили. Сотрудники социальной защиты нам помогли в этом. Предоставили список необходимых документов, и уже потом с этим списком, с необходимым документом мы пришли и подали. Все это быстро очень произошло. Впервые дополнительное региональное пособие на первенство было выплачено в 2017 году. Пять лет назад оно составляло 25 тысяч рублей. Программа нацелена на поддержку молодых семей, особенно мам, кто находится в декретном отпуске. Денежная выплата предусмотрена и на рождение второго ребенка, если первый не достиг трехлетнего возраста. Очень простой комплект документов. В него входит только паспорт родителей. Если родители состоят в браке, то обоих родители. Если мамочка одна, то, соответственно, только ее паспорт. И свидетельство о рождении ребенка. А также номер счета, на который выплата будет перечислена уже в следующем месяце, после месяца подачи заявления. Напомним, поддержка материнства и детства – приоритет, обозначенный губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году. При активном диалоге с общественностью в Волгоградской области совершенствуется и система социальных выплат. На предстоящей неделе в Волгограде ожидается повышение температуры и сильная жара. К чему готовятся жителям города, телеканал «Волгоград-1» узнал у синоптиков Волгоградского гидромедцентра. Да, ожидаются высокие температуры воздуха, порядка 33-39 градусов. Не исключено. Есть такая вероятность, что могут и до 40 повышаться температура воздуха. Но пока 33-38. Это вот такой прогнозируемый фон температуры воздуха. Небольшой спад жары будет. Будет небольшой спад жары, это можно сказать, в общем-то, 13-14 августа. Как бы небольшой спад жары, но вряд ли мы это ощутим, потому что температура с 38 по низу до 35 градусов на 3. Вот так вот. Отметим, таким знойным август последний раз был летом 2010 года. Подробный прогноз погоды представляет сеть клиник ВДЦ. 20 лет заботы о вас и вашем здоровье. В Волгограде области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 26, днем от плюс 34 до плюс 36. Готовы к новой волне COVID? Количественный тест на антитиладжи COVID всего за 1 рубль только в сети клиник ВДЦ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова